Привет, друзья! В понедельник, а это значит, что диванная аналитика снова готова внести разнообразие в вечер этого тяжелого трудового дня. Накануне Дня космонавтики, то есть вчера, в воскресенье вечером, небо над Новгородом выглядело завораживающе. 500 беспилотников с фонариками парили над детинцем в честь 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина. Это, складываясь в фигуры взлетающей ракеты первого искусственного спутника Земли и орбитальной станции «Мир», уже 20 лет лежащей на дне Тихого океана. Немногочисленные зрители шоу-дронов были ошеломлены увиденным. К сожалению, немногочисленные, потому что первый анонс появился лишь за пару часов до самого представления. Сотрудники компании «Геоскан», которые привезли к нам всю эту красоту, тоже были расстроены отсутствием публики. Всему виной коронавирус. Спасибо, что нашу съемочную группу позвать не забыли, поэтому посмотрите, какая это была красота. И это возвышенное действие скорее стало исключением из правил, ведь минувшая неделя у нас прошла весьма приземленно, в то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной. В Новгороде остается все меньше возможностей просто перейти дорогу. Еще два пешеходных перехода стали жертвами борьбы за безопасность. В спинке от кровати, ну, заборы предыдущей модификации появились на Большой Санкт-Петербургской в Створе Кооперативной и на Большой Московской у поворота на Хутенскую. Конечно, те, кто принимает решение об уничтожении востребованных зебр, пешочком ходить не при люди. Они все больше свои попы возят на казенных автомобилях. Эх, далеки вы, ребята, от народа. А на носу-то у нас что? Выборы, конечно. Кстати, одна из партий уже вовсю готовится к праймерис, и неожиданно для горожан выяснилось, что действующий городоначальник тоже решил попытать свое счастье на выборах в областную думу. Зачем-то. Видимо, в городе у нас все проблемы решены, и поэтому теперь и политикой заняться можно. На прошлой неделе Сергей Бусорин появился в списке кандидатов на предварительное партийное голосование, но почему-то от Парфенского одномандатного округа. Тут возникло еще больше вопросов, а недоброжелатели, разумеется, начали зубоскалить, мол, в городе-то ловить нечего после зависшего Колмовского моста и блестяще отреконструированной Псковской улицы. Однако оказалось, что одномандатный избирательный округ номер 3 перепутали с территориальной группой номер 3, в которую входит округа областного центра. Короче, закон Ольги Борисовой с перенарезкой этих самых округов запутал всех. Сколько еще будет промашек, когда начнется выдвижение кандидатов на сами выборы? Так что еще повеселимся. Да, подъем по политической карьерной лестнице у нас тернистый нелегок, признаться, у нас вообще с лестницами вечная невезуха. Помните, прошлым летом за 372 тысячи бюджетных денег Вологодская компания «Наставник» взялась за ремонт сходов с моста Александра Невского в районе Федоровского ручья. Над этими работниками два месяца потешался весь город. То доски для поручни оказались узковатые, и крепежи пришлось обстригать, то плитку уложили криво-косо. В итоге под пристальным вниманием общественности и журналистов с горем пополам сходы отремонтировали. Правда, зиму этот ремонт все равно не пережил. Видимо, новгородские зимы настолько суровы, что краска сходит вместе со снегом, перила тоже не выдержали атаки морозами и покрылись ржавчиной, а плитка просто разбежалась из-под ног. Горхоз сразу повесил ответственность на цветы жизни, мол, подростки-паразиты такие во всем виноваты со своими велосипедами и скейтбордами. Все разрушили и расковыряли, а ремонт был проведен качественно. Правда, в такую отмазу не поверила даже мэрия и поручила горхозу провести обследование сходов до 1 мая и обязать подрядчика устранить все нарушения. Видимо, впереди у нас забавный сиквел. А тем временем за выходные компания «Прейдстрой» отремонтировала половинку своего переезда на Большой Санкт-Петербургской, который наотрез отказалась ликвидировать. Работу начали строго по графику в субботу в 5 утра. А к воскресенью все уже было готово. Но тут понятно, это же не за бюджетные денежки что-то чинить. Тут час простой и дорого выходит. В эти выходные будут латать часть по другой полосе. И под финал хорошая новость, тоже косвенно связанная с железной дорогой. В Тесово-Нитыльском в музее узкоколейки пройдет фестиваль ретро-техники Тесово-Фест. Хедлайнером обещал быть Сергеич Игроков со своей компанией. Ждем выступления Чижа 31 июля. Главное, чтобы третья волна не накрыла. В общем, такие дела, брат. Перемещаемся на диваны, где нас уже заждались наши аналитики. Сегодня с особенным трепетом, можно сказать. Поехали! Определенно 12 апреля шапки, ну то есть обвязки диванной аналитики в самом что ни на есть тренде. Сегодня препарировать главные темы прошедшей недели будем в компании политтехнолога Дмитрия Верткова. Добрый вечер. Врача Артура Ермакова. Буэнос ночес. Предпринимателя Татьяна Абарис. Добрый вечер. И, ну уже получается, политика Константина Харламова. Здравствуйте. Начнем мы с общественного диспута. Андрей Сергеевич Никитин в соцсетях не смог удержать эмоции по поводу второго места по качеству городской среды, которую занял Новгород. Ну а новгородцы прямо в комментариях к посту губернатора не смогли сдержать эмоции о том, что они по этому поводу думают. Потом был пост губернатора о куче песка на тротуарах и, в общем, понеслось. В итоге пришлось созывать народные вещи по благоустройству областного центра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меньше года радовали новгородцев отремонтированные сходы с моста Александра Невского. Новенькая плитка пустилась в пляс, краска уползла от стыда за таких работников. А еще есть претензии к уборке мусора, состоянию клумб, вырубке и обрезке деревьев, вывозу снега и обилию того же песка на улице. Может, хватит уже работать по старинке, пора переходить к новым технологиям, которые будут бережнее относиться как к природе, так и к нашим многострадальным ботинкам. Что же касается благоустройства, то крупные проекты, конечно, нужны, но планировать их надо так, чтобы не было в городе леопардовых пятен из уютных скверов и безобразных заброшенных пустырей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, отличная идея таких общественных форумов, где встречаются активисты и чиновники, урбанисты, другие представители из этой сферы. Но вот КПД-то будет от таких встреч или, как всегда, потрандели и разошлись? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так вот полагаю, что то, что мы видим, когда представители исполнительной власти собирают какие-то форумы и начинают ругать ситуацию с загрязнением города песком, неуборкой города, очень напоминает целый такой щедрена вдову, которая себя высекла. Наверное, так как-то вот это смотрится. Потому что, ну, я так понимаю, что, ну, бери, да и действую, организовываю. Чего собирать-то? Чего форумы круглые столы собирать? Ну, там же не только про уборку города говорили. Там говорили и обсуждали многие темы, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. У меня на этот счет такое мнение. Как говорил старина Гегель, да, количество непременно должно перейти в качество. Как Гегель говорил Бабелю. Да. Один из законов диалектики, да, напомню. Так вот, мы последние годы строим огромное количество территорий, благоустраиваем, да. И не всегда это проходит удачно. Если, с одной стороны, есть примеры парка Луговой, который прекрасно сделан, где активно участвовали общественники, администрация, были хорошие подрядчики. Поэтому, может быть, и получилось, потому что там вот такая железобетонная рука общественности была. Есть другие примеры, да, мы их с вами все знаем, их даже не нужно перечислять. Да мы каждую программу их обсуждаем, да. Так вот, с чем это связано, я считаю? С тем, что вот этот объем денег, объем благоустройства, с ним не справляются ни чиновники, ни подрядчики. То есть не могут освоить деньги чиновники. И нехватка настоящих общественников на территории, которые бы контролировали это все. И теперь, чтобы перейти в качество, нужно, когда уже есть средства и понятно, что делать, нужно теперь работать над качеством. Я считаю, что такие форумы, они нужны именно для этого, чтобы понять вообще, что мы делаем. Чтобы это не получалось, здесь мы делаем одно, здесь другое, а чтобы это была единая концепция. И каждый чиновник, отвечающий, знал, что он делает. И работали те подрядчики, которые могут справляться с поставленными задачами. Они те, которые делают, потом банкротятся, пропадают, исчезают. То есть ты знаешь, подрядчиков по федеральному закону не выбирают. Теперь, кстати, немножко изменилась система. Если раньше это были повальные аукционы по 44-му закону, где тот, кто предложил, дешевле тот и делает, то теперь все чаще появляются конкурсные ценовые предложения, когда выбирают подрядчика не только по цене, но и по его опыту. Вот сейчас Фаснер веселится. По поводу опыта, мне кажется, важно, чтобы у него были успешно реализованные проекты, которые они сдали вовремя и качественно. Об этом и речь. То есть подрядчик прикладывает. То есть если это контракт, например, на 100 миллионов, то он должен иметь опыта не меньше, чтобы выполнить этот контракт. И это позитивно, я считаю. Мне кажется, если мы за последний месяц посмотрим так вот беглые сюжеты на новгородском областном телевидении, создается впечатление, что наши политики, власть, кандидаты от «Единой России» вдруг очень сильно забеспокоились благоустройством города. Депутат Анатолий Федотов приходит в спецавтохозяйство и смотрит готовность техники. Депутат Верига вдруг ходит вместе с мэром и рассматривает, как сделано Псковское. И так с завидной регулярностью наши будущие кандидаты озаботились этим благоустройством. Невероятная случайность. И если мы ведем разговор вот об этом вот собрании, у меня в связи с этим складывается впечатление, что... Кандидатов я, кстати, там не видела? Нет, я видел там, допустим, Артема Кирьянова, который давеча подал документы на прайминг. Но там это на базе общественной палаты делалось? Неожиданно так. А он член общественной палаты. Кстати, Дмитрий, я соглашусь, но, к сожалению, процесс неизбежный. Выборы не так или иначе притягивают кандидатов к любым мероприятиям. И тема-то, ну, хайповая, потому что все обсуждают сейчас благоустройство. Ну, конечно, парк юности, господа, многострадальный парк юности, который был, начинался когда-то делать бывшим мэром Юрием Бобрышевым, уж сколько ему говорили на все эти замечания. Я могу сказать, что общественность в парке юности не менее зубастая и цепкая, вот в отличие от парка Лугового. Они тоже обеспокоены и собирались. Но мы даже, я помню, вместе обращение президенту писали, потому что власть подходила к благоустройству парка юности безголова, бестолкова. Но, тем не менее, он сейчас у нас сидит в Государственной Думе. Ну, кстати, я хочу сказать по поводу кандидатов, раз что тему затронули. Вот сейчас четко видно те, кто появляются перед выборами, и те, кто работают. И, кстати, вот по поводу Артема Кирьянова и Юлии Бараненко, хочу сказать, что они всегда в процессе благоустройства. Если, вот, вы говорите, последний месяц, да, если открыть любую социальную сеть, что Артема, что Юлии Викторовны, видно, что они из года в год последовательно работают, и они всегда в процессе благоустройства внутри. Окей, но давай вот вернемся к предыдущей реплике. У нас каждый год в городе одна и та же проблема. Это пыль после зимы. Зимы, она неожиданная, и каждый раз мы с ней боремся, собираем советы, пишем посты и собираем... Понимаешь, в прошлом году губернатор не заметил этой пыли, и мы долго убирали, а тут теперь вот бац, и к 1 мая должны все... Так, у нас проблема в том, что губернатор в прошлом году, ну, как бы, губернатор замечает, и тогда мы боремся с пылью, а если не замечаешь, значит... Получается, что так... Ну, разве это правильно? Нет, это неправильно, об этом мы уже в какой сезон говорим. Друзья, у нас рядом Санкт-Петербург, вот там огромное количество техники, которая буквально вылизывает вот все улицы, но при этом пылевые бури там все равно присутствуют, не меньше, чем у нас. Поэтому, ну, это такая вещь сезон, вот когда они летом, эти пылевые бури... Слушай, в этом году, на самом деле, там практически был везде все вычищено до асфальта, то есть они не доводят до наледи. Все дороги и тротуары они вычищают сразу же после снегопада. У нас почему-то все выжидают, сколько там, 9 часов необходимых после окончания, чтобы потом начать это все делать. А если сутки идет снегопад, так и вообще не выходит. Ну, неправильная технология. Я хочу о позитивном поговорить. Да. Я могу сказать, как человек, который работает с людьми с точки зрения приобретения жилья, да, и люди, которые живут в наших микрорайонах различных, где было благоустройство, где не было, с гордостью говорят о том, что вот около нашего дома есть такой-то парк, да, то есть все равно позитивные вещи, согласитесь, они есть. Понятно, что где-то могут быть какие-то несовершенные, там, да, и то, что касается, ну, некачественно выполненных работ. Ну, по поводу песка, понятно, да, что я с Константином согласна, но может быть и как бы сильные ветра и так далее, он все равно продолжается. А что на Ильмине происходит? Все жители тоже жалуются, говорят о том, что песок с Ильмине, ну, он же там просто есть, и он там будет. Вот, поэтому то, что касается благоустройств наших территорий в Новгороде, и не только, я перед программой специально посмотрела, что есть не в Новгороде, и могу сказать, что, ну, положительные отзывы, они есть, и люди об этом говорят, и говорят с гордостью. Понятно, что, ну, решать еще много можно чего, вот, но тем не менее... Я не спорю, нет, за последние, там, 5-7 лет действительно очень много хорошего возникло и на территории Великого Новгорода, и на территории области. Но то, как мы воспринимали еще 10 лет назад окружающую нашу среду, и то, какие требования у нас сегодня, в 2021, мне кажется, это абсолютно разные понятия. Это как раз то, о чем я и говорю. Запросы возрастают. То есть мы по-хорошему быстро привыкаем. Чиновники не успевают. То есть если раньше для нас было норма, и мы разводили руками, и говорили, ну да, фиговые у нас дороги, то теперь, когда большую часть дорог у нас починили, мы больше не можем ездить по вот этим вот колдобинам, которые, к слову, у нас остались еще в регионе, и над ними все-таки будут работать. Но их все равно меньше стало. Я, например, вожу машину с 2009 года. Раньше, например, я на ремонт подвески ездила два раза в год, теперь один. Видите, уже позитив. Научились водить. Думаете? Или машину хорошую купить? Слушайте, я хочу вернуться именно вот к вопросу взаимоотношения чиновников и, например, той же самой общественности. Вот мне кажется, если общественности дадут больше возможности принимать участие в принятии каких-то решений, мне кажется, чиновникам станет легче, потому что часть ответственности, часть своей работы, не знаю, по контролю, да, по определению каких-то там вопросов, им станет легче и проще. И людям, которые имеют яркую, активную гражданскую позицию, они тоже с удовольствием этим займутся. Именно на этом настроены программы поддержки местных инициатив. Комфортная городская среда. Они все настроены на то, чтобы вовлекать общественность в процесс. Ну вот смотрите, за последнее время я достаточно глубоко погрузилась в, как это называется, древозащиту. Да, у нас есть зоозащита, есть древозащита. У меня сердце кровью обливается каждый раз, когда мне присылают фотографии, мы там в общем чате обсуждаем, когда очередной раз пильнули что-то, кронировали чудовищно просто на балванах. И тогда это ужас и кошмар. Рвет прямо. Кира Коренова-Кананович, которая всем известна, она вот прям железобетонная леди с точки зрения защиты зеленых насаждений. Она бьется с мэрией, они пытаются выработать новую стратегию развития зеленых насаждений Новгорода. Пока это не очень сильно получается, надеюсь, работа ведется. Почему, например, у нас на сайте мэрии каждую неделю не вывешивать там планы мэрии по кронированию или по спилке деревьев, порубочные билеты публиковать, чтобы мы не постфактум видели и понимали, что опять не то дерево спилили, здоровое, хорошее, и там контрольно-административное управление пойдет штрафовать этих людей, а чтобы мы могли сразу пресекать вот эти несанкционированные работы. Ну, хорошая же идея, почему нельзя так сделать? Ну, возможно, потому что это вообще парализует деятельность городского хозяйства в плане спила деревьев, да, потому что у каждого дерева найдется хоть один человек, который его когда-то посадил, ухаживал, или ему просто нравится вид из окна, который выйдет его защищать. Есть там показания к спилу, например, если оно больное, если оно аварийно-опасное. Ну, я абсолютно не согласен, но для этого деревья опиливаются в варварске. Для этого нужно провести как минимум обследование. В городе абсолютно в варварске опиливаются. Вот это вот то, что называется кронирование, это превращение вот в эти вот пни высокие, это, конечно, просто преступление. Но помимо вот такого отношения к деревьям, нужно в целом за ними ухаживать. То есть не только прикладывать к ним руки, когда они уже фаутные, или когда их уже пара кронировать, их нужно обрабатывать, да, их нужно вовремя нормально кронировать, подрезать немножко крону, чтобы она приобретала форму. То есть у нас это все игнорируется до того момента, когда уже все, когда дерево уже проще просто спилить, да, а потом разводят руками, говорят, ну а что делать? Слушай, на этом на самом деле зарабатывают неплохие деньги, потому что снос одного дерева, по-моему, 40 тысяч рублей. Да, нормально. Да, и вот у меня, я могу быть неправа, но у меня такое ощущение, что реально просто на этом кто-то делает бизнес, потому что... Эти 40 тысяч рублей, это в основном подъемный механизм. То есть спилить большое дерево в условиях города, это нужно высокую вышку, на которой специалист поднимается, поэтому я не думаю, что это какой-то бизнес, это... Ну вот, это отсутствие культуры... 40 тысяч рублей. Насаждение у нас... Слушайте, но если бы был большой рынок, то я думаю, что было бы и предложение хорошее, а так... Но у нас, к сожалению... Я не встречал, чтобы люди большие деньги на этом заработали. Ну, работают-то, ну, не профессионалы. Грустно и обидно. Вот сейчас только что Варламов опубликовал новую статью про Тюмень, насколько я помню, что Тюмень – город новых пеньков, где там тоже просто пообрубили до чудовищного состояния. Да, какие профессионалы вам нужны? Ламберт-сексуалы из этого, из Канады? Хочется, чтобы каждый занимался своим делом и... Что за профессионалы такие? Есть специалисты по... Вальчик-елеса? Не вальчик-елеса, а в городе. Специалисты по обрезке деревьев. Проблема деревьев, она возникла не вчера. Вы посмотрите, какие у нас деревья ужасные в парке, да? Не ухаживают по этому. Да, там ни одного ровного дерева красивого не найти. Потом вот эти тополя, которые посажены по всему городу, которые просто выросли до такой степени, что просто стали опасными, да? То есть, когда это все сажали, не было... Понятно, что не было никакого плана, как это будут дальше эксплуатировать. Если вспомнить, на Федоровском ручье вот эта аллея, которая... У Диеза. Да, у Диеза. Которую пильнули и оштрафовали тогда Диез. Но там сами деревья тоже, да? Вот сейчас там выложили все вот этой плиткой, оставили для деревьев вот эти вот такие небольшие квадраты, да? А, ты имеешь в виду, с другой стороны это уже около... Со стороны, где Сбербанк находится. Да, Сбербанк. То есть, там просто, так как мы там постоянно, да, паркуем машины около этого как раз, деревья вот где-то, не помню, то ли два года назад был сильный шторм, и там на машины прям попадали деревья, они просто тоже находятся вот в состоянии уже плачевном. И их тоже периодически так же обрубают, но, тем не менее, они сами уже больные стоят, и под наклоном, и так далее. Древозащитники у нас не идиоты, они прекрасно понимают, что это все опасно. Древозащитники. Ну, я их так называю. Но за каждое выпиленное дерево, по регламенту, должно быть посажено новое. Я очень мало вижу на общественных территориях посаженных деревьев. Дандрофилы. Потому что, потому что фактически их там сажать некуда, потому что везде коммуникации, везде опоры освещения. Сейчас ближе к выборам начнутся посадки скверов по всему городу. И заказные сюжеты в деле НТ, мы это проходили. Я хочу вернуться к реплике Дианы по поводу чиновников, которые могут привлекать больше общественность. Наши чиновники совершенно, ну скажем так, игнорируют вот этот инструмент предваряющих консультаций и обсуждений. До принятия решения, обсуди с народом. Вот эти вот, которые вы все время вспоминаете, злосчастные заборы. Никто же про это с общественностью не обсуждал. Как принимается решение о закрытии пешеходных переходов. Тоже почему-то, ну как-то слабо обсуждается с общественностью. То есть сейчас... Вот у нас получилось троих человек-общественников включить в комиссию по безопасности дорожного движения. До прошлого года их там не было вообще. Там были чиновники, ГИБДДшники, депутаты. Но вот то, что вас включили, вы влияете на принятие решений? Как вам кажется? Я не включена, там несколько человек из нового города. Теряются три голоса здравомыслящих общественников и урбанистов среди сотрудников ГИБДД. То есть механизм не работает. Не работает, потому что общественников там мало. И тем не менее у власти есть центры управления регионом, которые анализируют соцсети, где каждый, по их мнению, каждый вот всплеск, каждый пост вот попадает в некий мониторинг для того, чтобы чиновники предпринимали решение. То есть нет механизма, который заставляет, мотивирует чиновника оборачиваться на общественное мнение. Хотя инструментов много. У нас есть федеральная программа по созданию, по формированию комфортной городской среды. Ну, на мой взгляд, интересная технология, когда действительно сами горожане голосуют, выбирают ту территорию, которую они хотят облагородить, получают под это деньги. И фактически контролируют каждый шаг там подрядчика и говорят, где они хотят какой фонарь, какую скамейку, урну и где какой куст посадить. Вот, например, если бы, хорошая история, если бы при реконструкции Псковской улицы был тоже создан вот такой вот общественный контроль, который бы на каждом шагу тыкал бы носом подрядчиков, каждый плохо уложенный бордюр, заколышки за эти, за вот эти вот разливы бетона и так далее, то, может быть, такого позора на выходе-то у нас и не было. Ну, как бы все же считают, что Псковская деликация совершенствует. Конечно, но общественность же еще тоже, знаете, вот я иногда тоже слушаю привлечь общественность, главное, чтобы она привлекалась туда, и она высказывала какие-то свои мнения, потому что по многим вопросам люди предпочитают что-то не замечать. Вот по благоустройству города, заметьте, за последние, вот я не знаю, все в пандемию дома просто сидели, видимо, заняться было нечем, но огромное количество людей с активной гражданской позицией вышли в онлайн, скажем так. Плохо, что наша администрация зачастую воспринимает нас, потому что я тоже себя причисляю к таким же общественникам-урбанистам, как городских сумасшедших. Так вы донорфиловы и урбанисты, вы обвините. Да, мы все защищаем. И как-то с опаской к нам относятся. Я бы вот с удовольствием вошла бы в какой-нибудь общественный совет при мэрии Великого Новгорода по благоустройству всего города. И я бы могла быть полезной на самом деле, и не только я, а огромное количество других людей. Призываю наших чиновников новгородской мэрии не бояться нас. Мы все работаем на благо нашего города. Друзья мои, заканчиваем с этой темой, идем к следующей. Вопросы комфортной городской среды у нас, конечно же, очень актуальны, но они не опережают вопросов и претензий к сфере медицины. Наш второй кейс про очередной слух, ну, вроде бы слух о закрытии первого роддома на Тихвинской, это определенно стала интригой недели. Если у нас что-то моют, чистят и приводят в порядок, точно все неспроста. И жди подвуха. На этой неделе роддом на Тихвинской засиял чистотой, чем и поверх смятения и трепет добрую и одновременно прекрасную половину новгородской общественности. Поползли слухи, что эти двери, откуда в пеленках и одеялках повыносили на свет божий ни одно поколение новгородцев, больше никогда не распахнутся навстречу новой жизни. Дескать, вот он и пришел, бесславный конец демографической программе. Где и в каких условиях будем детей рожать? Одного здания на Державино на всех не хватит. В полях и на сенокосах, по примеру наших прапрабабушек, конечно, романтично и к матушке природе ближе, но уж больно избалованы современные новгородки комфортными условиями родовспоможения. Успокоить женщин в положении и без оного поспешил официальный представитель новгородского правительства Николай Шестаков. Не волнуйтесь, дамочки, никто вас без комфортной медпомощи не оставит. Наоборот, тщательно отмытый после проклятого коронавируса филиал номер один, наконец-то возвращается к своим прямым обязанностям. Так что вперед к выполнению и перевыполнению демографической программы. Когда у нас в эфире обсуждаются темы про медицину, у нас всегда Артур Ермаков, врач в гостях, и всегда со стихами на злобу дня. Так, стишок называется «Трактир на Пятницкой», «Роддом на Тихвинской», «Весенний детектив». Все в весеннем обострении, у оленей брачный гон. Вот и я стихотворение прочитаю про роддом. Суть проблемы, если вкратце, слух в народе, в народе дым столбом. Будет, девки, закрываться наш на Тихвинской роддом. На Державина руины, пыль и звездка, сон мы мух, и детей теперь родим мы в руки древних повитух. И за что нам муки ада, ах, спасите, боже мой, доведут нас эти гады до горячки родовой. Город в интернетах плачет. Слух шурупом в мозг вошел, словно кто-то всем назначил, ни туда, ни тот укол. И я неистину открою, и диагноз здесь простой. Нет по-прежнему покоя у нее растенникам весной. Браво. Резидуя Ломовцева, ну к сути, да, проблемы уже идем. Ломовцева или Ломовцева? Ломовцева. Ломовцева, вы ее так называете? Мы ее называем резидой Ломовцевой. Я уточнила. Это министр здравоохранения Новгородской области. Она еще 1 марта на оперштабе ковидном заявила о том, что в скором времени начнутся ремонтные работы по строительству вот этого перехода на роддоме на Державина. Соответственно, все оснащение, все специалисты переедут на Тихвинскую, и там, значит, будут рожать все женщины со всей Новгородской области. А вот 5 апреля, то есть чуть больше месяца прошло, уже была распространена информация о том, что якобы врачи роддома на Тихвинской бьют тревогу, пишут письма чуть ли не президенту и прокурору о том, что роддом закрывается. Где логика в таких умозаключениях? Либо это прям такие вот галимые фейки? Знаете, глядя на то, как резида Ломовцева приехала в Боровичи и выгнала средства массовой информации, в том числе, по-моему, телевизионную бригаду. Две команды были, Славия, да, и мы. Да, и Славия, и не стала разговаривать с общественностью, а только вот с коллегами из Боровичской скорой помощи. Мне делается вывод, что в Министерстве здравоохранения, собственно, не умеют, не желают, не стремятся разговаривать с общественностью. А когда возникает... То есть первая тема плавно перетекает во вторую, я понимаю. А механизмы коммуникации одни и те же, что там, что там. Поэтому, ну вот, с таким стилем руководства Николай Шестаков вынужден опровергать какие-то слухи. Вот мы сейчас обсуждаем, делаем сюжеты о том же, о каком-то слухе. Нет, ну погоди, я же начала с чего? В начале марта была обозначена стратегия. И было точно сказано, что, ну, там... Не поверили, не поверили и стали обсуждать. Почему не поверили? Ну, есть еще версия... Но у нас много чему не верят. Есть еще версия такая, что люди, скажем, специалисты, да, медики, может быть, того учреждения, которое будет временно там закрыто, да, просто-напросто, ну, скажем, немножко запаниковали по поводу... Временно закрыто вы имеете в виду Державина? Да, да, да. Кстати, работникам, наверное, здравоохранения, это свойственно, вот люди, которые системные, это свойственно паниковать, когда ты не видишь перспективы четкого алгоритма, что будет вот потом. Нет, 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 нет. Вспомни, работник от культуры, когда нотка у нас появлялась, наша самая паника была. Я как потомственный врач... Когда у нас были истории, мы тоже паниковали и тоже обращались к губернатору. Что у медиков нет паники по поводу перспектив по одной простой причине, да, я вам как потомственный врач и врач с 30-летним стажем скажу, что перспектив в медицине, скажем так, бояться или там несвершения каких-то там надежд, их не может быть, потому что медицина – это самая точная наука после богословия. Поэтому здесь какие-то ставить перспективы, на что-то надеяться, это просто, ну, архиглупо. Поэтому я не думаю, что... Знаете, почему люди не верят? Потому что две недели назад у нас развеивали миф о том, что в Новгородскую область повезут мусор из Санкт-Петербурга. А потом мы узнали, что мусор везут. А теперь у нас развеивают миф, что не закроют... Но это какой-то не такой мусор, не тот, о котором говорили. А теперь, может быть, закроют не так, как думали. То есть нет веры, потому что нет точной информации. Потому что потом начинаются сносочки, вот эти вот неправильно поняли, не тот мусор и так далее. Поэтому нет четкой информации, что он не закроется. Если министру нечего скрывать, зачем в Боровичах было выгонять журналистов в гос. СМИ, которые не будут, наверное, перевирать информацию. Я тебе больше скажу, нас туда даже пригласили специально. Тем более. Извини, Диана, вы как главный редактор телеканала можете прокомментировать, как такое может быть? Сначала пригласили журналистов, министр приехал и их выгнал. Я думаю, как-то плохо сориентировались и забыли, что они едут в Боровичи на разговор с людьми. Я в защиту коллег скажу, что медицина штука келейная, поймите правильно. Там бывают и персональные данные, и врачебная тайна, и так далее. Мы не знаем, что в Боровичах министр обсуждала с врачами. Мы сейчас не про Боровичи, может быть, на следующей неделе про Боровичи говорим. Я в защиту, просто камень чувствую мой огород, я об него споткнулся, поэтому я встаю на защиту. Сыграл ли тот факт роль, что с января месяца областной роддом был фактически без руководителя? Вот только 8 апреля у нас сотрудником был представлен новый главврач, это Нелли Солодовникова. Она из Петербурга, из центра Алмазовой. Я почитала про нее очень большое количество хороших, позитивных отзывов. То есть я так понимаю, что она хороший специалист. Вот можем мы ей дать советы, как ей сейчас вступить в должность и как разрулить все вот эти скандалы, которые сейчас, наверное, будут опять набирать обороты? Слушайте, я думаю, что если человек стал главврачом, то ни в коем случае не нужно слушать диванные советы, нужно использовать свой опыт, если человек с опытом, да, свой профессионализм, и работать как хорошим, настоящим главным врачом. И никто, как говорится, с диванов не может быть умнее и мудрее ее с ее, надеюсь, опыта. Я могу от себя подсказать. Вот мы сейчас много говорим о том, что плохие коммуникации между начальниками, подчиненными, между чиновниками и обществом. Больше, видимо, коммуникаций. Пора встретиться, потому что в последний раз, по-моему, начальство встречалось вот так вот серьезно с сотрудниками роддома на Тихвинской в конце, по-моему, 2019 года. Потому что в 2019 году там тоже был очередной скандал по поводу невыносимых условий работы. Якобы увольнялись сотрудники, и часть сотрудников действительно там на протяжении этого времени уволилась. Но 2020 год, ну, по крайней мере, полгода последний наш роддом на Тихвинской проработал как ковидный госпиталь. И уже тогда говорили, что ой, ну все, сольют роддом, значит, его не вернут обратно. Но роддом начал функционировать по прямым своим непосредственным обязанностям. Я так понимаю, что сейчас как раз специалисты и какое-то, может быть, оборудование будет переведено из роддома на Державина для того, чтобы оказывались услуги в полном объеме. Просто информация должна стать открытой, да, то есть если идут какие-то там перестановки, вот назначения там на должности и так далее, и сотрудники переживают именно потому, что нет понимания, да. То есть если будет в открытом формате и для общественности, и для самих работников данного роддома, да, и вообще этой сферы, то, я думаю, и не будет никаких ни слухов, ничего. То есть должна быть открытая позиция. Все, что сейчас в интернете есть, просто комментарий о том, что нет, не закрывается. А в чем была тогда причина возникновения этой новости, да, то есть почему бы не пояснить, чтобы всем тогда раз и навсегда стало ясно, почему так. — Насколько мы можем понять, из роддома на Державина собирается делать некий перинатальный центр, там под 200 миллионов, я так понимаю, на переход. — Хорошее начинание. — А перинатального центра нам давно не хватало на самом деле. И может быть, я сейчас крамольную мысль скажу, конечно, и возможно, те мамочки, которые очень любят роддом на Тихвинской, будут негодовать и злиться на меня, но, мне кажется, вот там и здание устаревшее, и, в общем, не везде там сделан ремонт и так далее, может быть, действительно проще сделать один большой, но хороший роддом, а то здание под другие медицинские организации. — У роддомов у них есть всегда же та история, когда они закрываются на проветривание, да, так называемое. Соответственно, сделать в одном месте это все, может быть, это вот с точки зрения их... — Даже технологии нереально, то есть второй роддом у нас останется. — Вот сейчас закроется Державина, и все будут рожать на Тихвинской, и нам хватит ресурса роддома на Тихвинской в связи с тем, что у нас демография? — Ну, практика показала, что хватает. Ковидная практика показала, что хватает. То, что централизация... — Ковидная практика, у нас все рожали, все, кто не болели, все рожали на Державина. На Тихвинской она поменьше будет. — Дана, вот смотрите, значит, мы говорим сейчас о том, хорошо будет централизация, большой там, значит, роддом, этот закрыть и так далее. Мы уже все это проходили в медицине. И централизацию, и децентрализацию, и уничтожение ФАПов, и снова постройка ФАПов и так далее. Все это мы проходили. Нас постоянно, как маятник, туда-сюда шатает, золотой середины нет. Вот. Что пожелать главврачу? Значит, помнить, что, во-первых, свита играет королеву. То есть я ей хочу пожелать очень хорошей команды, чтобы она действительно была, ну, скажем так, лицом, да, она имела время, которое ей, ее команда обеспечит, говорить с общественностью, с коллективом, с мамочками. Вот что самое главное. Нелли Григорьевне желаем большого успеха на новгородской земле. И остается у нас 4 минуты. Под финал выпуска предлагаю перейти на личности и обсудить новые кадровые назначения недели. Персон недели у нас целых 2. Это Илья Маленко и Сергей Чепузов. В правящих кругах региона ротация кадров. Новые посты и портфели получили как уже знакомые новгородцам персоны, так и абсолютные новички в новгородской политической и хозяйственной сфере. Бывший министр промышленности и торговли Илья Маленко теперь будет промышлять природными ресурсами и торговать лесом. Разумеется, как и прежде, исключительно в интересах нашей области. Назначая его на эту должность, губернатор велел обратить внимание на развитие лесхозов и деревообработки. В его же ведении окажется и экология, а значит непростая проблема сортировки и переработки мусора и запуск новых полигонов для твердых бытовых отходов. В общем, есть где развернуться и чем заняться. Еще один назначенец – темная лошадка в новгородских кругах. Сергей Чепузов будет временно возглавлять Солецкий район вместо так неудачно присевшего на скамью подсудимых Александра Котова. Служебная дорожка человека с колоритной внешностью и греческими корнями примечательно крутыми виражами. Бывший хоккеист ЦСКА одно время возглавлял и Петербургскую федерацию фигурного катания и руководил Ленинградским водоканалом. А теперь из города трех революций угодил прямиком в тихий провинциальный городок. Ходили слухи, что должность 28-летнему варягу подыскивали еще с лета, а тут так внезапно освободилось местечко в Сальцах. Поможет ли новому главе спортивная закалка фигурно крутить пируэты в политике и экономике, и поставит ли он весь округ на коньки, покажет только время. С Ильей Маленко все более-менее понятно, то есть успешного министра с одной сферы перекинули на другую, где сейчас есть некая нехватка. Вот о Сергеевиче Позове, наверное, интереснее поговорить, потому что мы косвенно немножечко говорили в контексте Сальцов, потому что всплыла информация, что якобы новым главой Салетского округа станет именно этот гражданин. И вот он стал. На ваш взгляд, как он вам? Мне кажется, очень симпатичный молодой человек, неплохо говорит. Мне кажется, это интереснее. Все точно в главу района симпатичный и неплохо говорит. Ну, как минимум. Ну, Котов был не таким симпатичным, на мой взгляд. Мне кажется, не по таким. Скажите свое мнение, мы его еще не знаем совсем. Сейчас сложно сказать менее, потому что мы действительно для всех это новый человек. Как минимум, это интересная персона для Новгородского области. Видно, что человек очень высокий, они, наверное, значительно выше, чем Салетский округ. Они все во благо пойдут. И хочется верить, что именно защита амбиций, он покажет хорошие результаты в Салетском округе, чтобы... То есть, чтобы Сальцы были трамплином для него, на которое он обопрется. Сальцы, да, это очень важный район, потому что он находится на автодороге Новгород-Псков. И я помню, о чем говорил, кстати, предыдущий глава со мной в беседе, может, пару лет назад. Он говорил, что у нас хорошее поселение, но нету повода нажать на педаль тормоза для проезжающих мимо. Что вот люди проезжают и не останавливаются. Со времен Второй Ливонской войны, мне хочется, чтобы Сергей Чипозов создал эти поводы, чтобы люди, которые проезжают мимо, заезжали. Сергей Чипозов сказал в интервью вашим коллегам, что он подтвердил, что он является родственником заместителя полпреда. И я надеюсь, что, может быть, это родство, оно как-то привлечет в Средский район федеральные деньги. И, по крайней мере, точно взять такого чиновника не будет тырить, простите меня, песок и гравий. Ну, наверное. Но то, что вот те кадровые значения... Подождите, если песок и гравий не будет тырить, то что он будет тырить? Я надеюсь, что нечего там тырить уже. Я закончил. И все, наоборот, будет закон сообщающихся сосудов. И вот даже то, о чем вы сказали, про Маленко, потом вот товарищ, который заступил на пост министра Минпромторга Новгородского, Чипозова, можно сделать его? Для новгородцев вот на этих кейсах социальные лифты не работают. На мой взгляд, новгородцев сейчас достойных нету. Все нафталиновые, старые, старые закалки, скажем так, люди. Вот молодежи у нас сейчас нет. И, может быть, это не так и плохо, когда молодые, амбициозные ребята приходят и начинают строить свою карьеру именно в Новгородской области. По крайней мере, они не будут рисковать так сильно своей репутацией, а будут стараться работать хорошо для того, чтобы пойти на повышение. Для новгородцев открыта вся Россия. Всем новоназначным мы желаем успехов и надеемся, что никаких уголовных дел мы не будем обсуждать, а наоборот только достижения и победы. Это была «Диванная аналитика». Мы строим предположения, а выводы делать уже вам. Увидимся через неделю, 19 апреля, а на сегодня полет окончен. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин